здравствуйте самые лучшие зрители меня зовут полина зачем ходить вокруг да около возьмем сразу быка за рога девушка вы любите животных да возьмите меня к себе я такая скотина а у нас сегодня обновка для такого замечательного песика из плотной ткани выкроем квадрат 15 на 15 сантиметров все расцветки разные сделаем предварительную раскладку так как вам подскажет ваша фантазия и позволяют имеющиеся ткани раскладка 4 на 4 детали сшивать будем сразу же все детали делать это удобнее вертикальными колонками сначала соединим вместе прошьем детали 1 и 2 колонки потом 3 и 4 для удобства работы чтоб не перепутать детали служим их стопочкой и поместим рядом со швейной машинкой детали шьем одну за другой плотно гирляндой нитки не обрываем никаких дополнительных стежков между деталями не делаем потом отшитые заготовки разворачиваем швы расправляем на две стороны и прижимаем машинной строчкой ткани у меня плотные мебельные швы и соединения могут быть толстыми смотрите вот так выглядит готовые отшитые детали теперь надо соединить их вместе для того чтобы не запутаться в раскладке лучше места швов соединить булавками когда все вертикальные швы сделаны все полотно держится на нитках соединительных швах и остается только прошить их по горизонтали естественно все швы мы также закрепляем машинной строчкой ура верхняя лоскутная часть готова выкроем из плотной ткани деталь для обратной стороны сложим их лицом к лицу и прошьем по периметру но есть одна тонкость шов начинаем с уголка потом три стороны прошиваем полностью и захватываем еще один угол подрезаем уголочки потом выворачиваем получившийся мешок внизу должно остаться большое не зашитое отверстие все углы расправляем ткани подтягиваем ровно укладываем и прошиваем этот мешок вертикальными линиями по рисунку квадратов но немножко не дошиваем до низа иначе будет сложно работать смотрите какая конструкция у нас должна получиться такие длинные трубы а теперь мы их постепенно наполняем набивкой у меня это холофайбер для начала заполняем только самый первый ряд квадратиков количество наполнителя определяйте сами надо чтоб подушечки были набиты но чтобы можно было прошить этот ряд на швейной машинке для начала лучше поменять лапку поставить лапку для пришивания молнии потому что у нас полотно с одной стороны пышнее а с такой лапкой работа пойдет легче и быстрее когда закрепили первый ряд перинки переходим к работе над следующим рядом квадратиков также заполняем их наполнителем а потом также прошьем и этот ряд когда у нас остается последний ряд квадратиков немного меняем тактику нам надо дошить вертикальный шов до конца и при этом еще подвернуть открытые срезы и закрепить их машинной строчкой почему мы не сделали это сразу из соображений удобства работы очень сложно набивать длинные узкие трубки рука не проходит поэтому и шьем по частям а теперь остается только заполнить наполнителем последний ряд квадратиков и зашить оставшиеся отверстия это можно сделать вручную или на швейной машинке кому как удобней перинка получилось просто класс и кто-то после этого еще будет рассказывать про собачью жизнь столько трудов вложено в эту работу как выяснилось у собачки есть подстилка но спать она любит на диване так вот специально для защиты дивана и шили эту небольшую перинку да да вся работа псу под хвост ой везет же этой собачки ей подстилки шьет один из самых известных рукодельных блогеров сама полистич повезло так пушок попрощайся со зрителями скажи всем чтоб обязательно лайкали в комментариях ну что с вами была полина всем пока пока и до скорых встреч а